И снова здравствуйте. Сегодня мы с вами посмотрим, что могут сделать 7 лет отсутствия на сцене с довольно устоявшимся дискофан коллективом современности. Что характерно, несмотря на относительно позитивные отзывы критиков, мнения слушателей разошлись кардинально противоположно. Из крайности в крайность. Сейчас и мы попробуем понять, какой крайности себя причислять в отношении к данному альбому. Automaton стал восьмым альбомом британской группы Jimmy Rock Y, которая известна своими дискофанковыми темами и высоченными вокалами фронтмена группы J.A.K. Что характерно, предыдущий альбом был выпущен аж в 2010-м и был он под названием Rock Dust Light Star, в котором мы могли слышать сугубо инструментальный фанк и диско, а местами даже некоторые околороковые темы. Здесь же у нас все поменялось по форме, но на самом деле не по сущности. Как облога, так и название альбома говорят сами за себя. Название Automaton означает автомат, то есть механизм или машина, способный на автоматическое и автономное функционирование. А неоновая футуристичная шляпа Kea, который всегда славился своими шляпами, которая изображена на обложке альбома, подчеркивает некую футуристичность альбома. Вообще, стоит также помнить, что по словам Kea, альбом повествует о том, как развитие технологий повлияло на людей, на их жизни и взаимоотношения друг с другом. Другими словами, альбом о том, как человек постепенно становится роботичным. Не то, чтобы это был фундаментально новый посыл и месседж альбома в современной музыке, больше того, это даже не новость для самих ребят из Dreamer и Quai, потому что подобный мотив звучал, например, в Virtual Insanity 1996 года, но подобный концепт размазан по альбому полностью, а не включен всего лишь в один трек. Больше того, протагонист альбома выглядит как один из последних романтиков, которому не нужны все наши нынешние технологические фишечки и футуристические взгляды на мир. Вместо этого ему подавай баб, любви, танцев и прочих духовных скрип 60-70-х годов 20-го века. Что мы видим на самом деле в треке Витамин? Четко угадывается этот контраст между протагонистом и миром, который его окружает. Но, как мы видим, он остается таким же по большей части. Хоть и остается осознанным о том, что происходит в мире на самом деле, как мы видим в треке Нights Out in the Jungle. Конкретно роботичные мотивы видим, соответственно, в треках Automaton и Cloud9, на самом деле, как и в прочих других. Музыкально здесь тоже все подалось современным технологиям. В отличие от предыдущих сугубо аналоговых инструментальных треков, где в центре всегда была бас-гитара, наминающая фанково-дисковые ритмы, здесь эта басовая линия, хоть и остается очень четко слышимой, она уже подвинулась в своей центральной роли всяким синтовым и электронным элементом, чего на самом деле не было раньше, в предыдущих альбомах практически никогда. Здесь же и автотюн, новомодный, от которого всех уже тошнит, здесь же и вокодеры и прочие электронные дела, которые мы с вами могли слышать в релизах Daft Punk. Вообще складывается впечатление, что половину треков писали именно ребята из Daft Punk, а J.K. был приглашен вокалистом. Тем не менее, на самом деле, альбом, опять же, слушается очень легко, как и было раньше, при этом довольно свежо и, на самом деле, интересно. Я понимаю негодование старых фанатов Джиммера Куай, которые могли плеваться от нового звука, но по сущности в альбоме Automaton остался тот самый фанковый заряд, который всегда и был в центре, как музыкально, так и по смыслу. То есть говорить, что группа не поменялась за эти 7 лет, это на самом деле признаться в своей невнимательности. В лучшую ли сторону были изменения? Решать каждому из нас с вами, на самом деле. Я решил, что мне все понравилось, но крышу не снесло, поскольку к подобным электронным мотивам я уже привыкший, на самом деле, от и до. И больше того, я привык к таким подходам к диско-фанковым поповым делам, перемешанных с электроникой, которые я люблю в треках Daft Punk. Поэтому, на самом деле, за очень хороший альбом и за довольно интересный посыл, Джимми Ракоя получает сегодня 4 из 5. На этом все, всем спасибо, что посмотрели, ставьте лайк, если вам понравилось данное видео, и если вы тут оказались впервые, не забудьте подписаться на обновление канала. А так, напишите в комментарии, понравился вам альбом или нет, на что мне сделать обзор в будущем, и кто-нибудь еще, все, что захотите. А так, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok